Здравствуйте! В эфире новости. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Ростовской области 80 лет. Лучших дончан честовали на торжественном собрании в музыкальном театре. Спасибо всем труженикам, где бы вы ни работали, за ваш труд, за то, что вы вкладываете в него и талант, и сердце, и любовь. Живопись, графика, дизайн, скульптура. К юбилею области в Донской публичной библиотеке открылась выставка училища имени Грекова. У меня в руках архив Андрея Семеновича Чиненова, подлинники, и наброски Митрофана Борисовича Грекова. Премии губернатора лучшим педагогам и ученым. Победители всероссийского конкурса учителей получат солидные суммы из государственной казны. Конкурс на отбор очень жесткий, он предъявляет к учителям очень серьезные требования. С этим прибором квартиру можно не проветривать. Ростовские ученые изобрели генератор чистого воздуха. Помещение должно пополняться свежим кислородом. Золото Балтики привезли на Дон. В атаманском дворце Новочеркасска открылась уникальная выставка из собрания Калининградского музея янтаря. Янтарь – это очень теплый, светлый и веселый камень, который вселяет в душу радость. Сегодня праздник у всех жителей Дона. Ростовской области исполнилось 80 лет. 13 сентября 1937-го стала точкой отсчета в ее новой истории. До этого была и Донская область, и Северокавказский край, и Азово-Черноморский. Вот 13 сентября 2017-го. В 21-м веке изменился и облик области, и, естественно, привычки ее жителей. Но все равно остались традиции, которые так сильны на Дону. Ростовская область – это не просто 61-й регион России. Это место, где мы живем. Здесь наши корни, здесь наша малая родина. У каждого города или области есть свой символ. Для нас это Дон. Он течет издалека, но когда говорят «на Дону», сразу понятно, что речь о нас, о Ростовской области. Свой 80-й день рождения она встречает в ожидании. В ожидании новых встреч и событий. Главное, без сомнения, это предстоящий чемпионат мира по футболу 2018. Стадион Ростов-Арена и аэропорт Платов готовятся к приему болельщиков и футболистов. Уникальное сооружение, воздушная гавань нового века. Это все о нем, о нашем новом аэропорте. Конечно, Южная столица получает и новые возможности для развития спорта. Вся левобережная часть города станет зоной активного отдыха. Донские казаки – уникальные люди со своим особым характером и укладом жизни. За 80 лет удалось сохранить памятники архитектуры, станицы Старочеркасской и Новочеркасске, и еще во многих хуторах и станицах. Сегодня традиции казаков возрождаются и поддерживаются. Фестивали и праздники – Вешенской или Пухляковской – стали не только всероссийскими по статусу, а всенародными по духу. Многонациональный Дон всегда был и остается ярким, шумным и темпераментным. И спустя 80 лет это один из самых колоритных регионов России. На территории нынешней Ростовской области поместились бы несколько европейских государств. Размахи и просторы Донской земли впечатляют. Здесь год от года собирают рекордные урожаи и, тем не менее, сохраняют живую природу Донской степи. Ростовский заповедник – еще одна гордость нынешнего поколения. И главное – сохранить его для будущих жителей области. Сегодня Ростов-на-Дону – город больших возможностей. Маленькое поселение у военной крепости превратилось в главный город области – в южную столицу. И спустя 80 лет остается в центре внимания не только региона, но и всей страны. История нашей области только началась восемь десятков лет назад. И мы уже знаем, какой она была. А вот какой будет ее путь дальше – это как раз зависит только от нас. Ростовская область – это мы. Под таким слоганом проходит 80-летний юбилей Ростовской области. Галина Белоусова, Дон-24. Александр Дюжиков и Евгений Луганцев стали почетными гражданами Ростовской области. Дипломы и знаки им сегодня вручил губернатор Василий Голубев на торжественном собрании, посвященном 80-летию Ростовской области. Операции кардиохирурга Александра Дюжикова вошли в историю медицины. Больше 50 тысяч человек стали его пациентами. 10 тысяч операций по лечению патологий сердца и сердечно-сосудистой системы провел лично. Наша работа позволила улучшить демографические показатели. У нас выполняется более 300 операций новорожденным детям, находящимся в критическом состоянии. Это большое достижение и отечественного здравоохранения. Евгений Луганцев руководит Октябрьским сельским районом 30 лет. Это одно из лучших муниципальных образований Дона. Это высокая оценка жителям Октябрьского сельского района за их работу и вклад в развитие Ростовской области. Присвоить высокие звания двум выдающимся жителям региона Донскому парламенту предложил губернатор. На торжественном собрании Василий Голубев рассказал, с какими результатами Ростовская область подошла к 80-летию. Регион – лидер по темпам промышленного роста и по урожаю зерновых. В этом году собрали 13 миллионов тонн. За последние 6 лет введено в строй больше 40 заводов и фабрик. Хотел сказать спасибо всем труженикам, где бы вы ни работали, за ваш труд, за то, что вы вкладываете в него и талант, и сердце, и любовь. Хотел пожелать всем счастья, удачи и, если хотите, немножко везения. В музыкальный театр приехали лучшие сотрудники ведущих предприятий региона. Указом президента почетное звание заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации присвоено Сергею Пархаеву, командиру летного отряда ТНТК Бериева. Бывают ситуации, когда, допустим, выключается двигатель какой-то причине, причину потом выясняют на земле. Это уже усложняет для экипажа ситуацию, требует каких-то навыков. Почетной грамотой президента награжден шахтер Сергей Коваль. Сама работа, наверное, подвиг. Выполняем планы, даем проходку, даем метры. Вот и наши подвиги. За заслуги в развитии АПК и многолетнюю добросовестную работу, орден за заслуги перед Отечеством, Палпред вручил Юрию Пескову, легендарному экс-руководителю Россельмаша. С праздником родной край поздравили артисты музтеатра и творческие коллективы области. О, вольный дом, ты родной, с рождения стал. Солки в снов ты мою, ковы петь качал. Кто там в речне степей, ты меня боил. На бескрайних полях ты меня взросли. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Награды и поощрения федерального и регионального значения лучшим работникам ДОНа накануне вручили в общественной палладе. В списках отмеченных больше 30 человек. Это люди искусства, медики, промышленники, энергетики, руководители предприятий и представители власти. Начинается наград федеральных. По поручению президента России медаль ордена за заслуги перед Отечеством, второй степени главному защитнику трудящихся, представителю региональной федерации профсоюзов Александру Лазыченко. Дальше присваивают звания заслуженных работников художникам, врачам, металлургам, энергетикам и переходят к региональным наградам. Я благодарю всех вас, что вы не жалеете сил, здоровья ради развития нашего региона. Вы любите каждую частицу, каждый кусочек Донского края и доказываете это своим трудом. Отмечает губернатор Бориса Головца. Бывший руководитель Донской столицы старше Ростовской области на 10 лет. Всю жизнь посвятил развитию региона. Активно интересуется делами и сейчас. За это ему орден за заслуги перед Ростовской областью. Ростовчанина Ростовской области – это самая высокая награда, потому что это родная. Это мои годы, связанные с нашим краем. Поэтому для нее особые чувства такие, которые я переживаю, конечно. Слова благодарности и знаки отличия ликвидаторам августовских пожаров. Евгений Иванков сражался с огнем в Усть-Донецком районе. Признается, с таким масштабным бедствием раньше не сталкивался. Герою – знак губернатора за ратную службу. Пришел я уже 11 лет назад в департамент по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Судьба, наверное, привела. Свою работу люблю, уважаю, ценю. Также награды и благодарности получили руководители министерств и ведомств региона, представители крупных компаний. Всего более трех десятков человек. Галина Горлова, Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Активистов Донского региона приглашают поделиться опытом реализации лучших социальных проектов, принять участие в конкурсе «Мой проект. Моей стране». Он проводится по инициативе Общественной палаты России. По мнению одного из членов организации, нашего земляка Леонида Шафирова, социальных проектов, которые можно достойно представить на федеральном уровне, на Дону немало. Доказательство этому прошедший в этом году областной конкурс соцпроектов «Воля и великодушие», где жители региона представили 250 работ. Наиболее востребованы и будут поддержаны социальные проекты, направленные на охрану интересов и улучшение качества жизни граждан. В первую очередь с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченных, жителей моногородов и сельских территорий. Заявку на участие в конкурсе можно оставить на сайте проект-стране.рф. В честь юбилея области на Дону сегодня стартовал молодежный фестиваль студенческого спорта «Буревестник». Учащиеся вузов со всего региона в течение трех дней будут соревноваться по трем программам – обязательной, общей и показательной. В Ростовской области на сегодняшний день более миллиона человек занимается физической культурой и спортом. И студенчество здесь в самых первых рядах. Мы целиком и полностью поддерживаем, стараемся строить новую инфраструктуру, чтобы было где заниматься. В обязательной программе будут состязаться команды донских вузов. В общей и показательной могут принять участие все желающие – от 16 до 30 лет. Среди спортивных дисциплин – кроссфит, двоеборья, гиревой спорт, шахматы, дартс. Деревики, ну, около полугода мы готовимся, уже не первый раз выезжаем на соревнования областного масштаба, то есть подготовка есть. Команда по борьбе тоже очень хорошая. Ну, мы сильная команда, сильно подготовленные. Награждение победителей спортивного фестиваля состоится в день города на Ростовской набережной. Живопись, графика, дизайн, скульптура, эскизы, декорации, иконопись – все лучшие учебно-творческие работы на одной выставке. В залах Донской публичной библиотеки представлены семь экспозиций. Такой подарок к 80-летию Ростовской области для жителей и гостей Дона приготовили учащиеся и преподаватели училища имени Грекова. Блестящие работы. Вы увидите, насколько талантлива у нас молодежь в Ростовской области. И, конечно, выставку будет украшать персональная выставка нашего художника, нашего преподавателя Александра Ивановича Федорова. Я думаю, что это очень хороший, добрый такой подарок всем жителям Ростовской области, городу Ростову, юбилею к 80-летию области. На торжественном открытии министру культуры передали 11 документов основателя художественного училища имени Грекова Андрея Чиненова и 4 наброска метрофана Грекова 19-го – начала 20-го веков. Очень важное событие сегодня для училища Ростовской области. У меня в руках архив Андрея Семеновича Чиненова. Подлинники. И наброски метрофана Борисовича Грекова. Я хочу вам, Александр Анатольевич, вручить. Ранее реликвию передал в дар учебному заведению один из самых известных выпускников Грековского училища, художник Никас Сафронов. Теперь это подарок Ростовской области, которая уже начала принимать поздравления с 80-летним юбилеем. Смотрите во второй части выпуска. Премии губернатора лучшим педагогам и ученым. Победители Всероссийского конкурса учителей получат солидные суммы из государственной казны. Конкурс на отбор очень жесткий. Он предъявляет к учителям очень серьезные требования. С этим прибором квартиру можно не проветривать. Ростовские ученые изобрели генератор чистого воздуха. Помещение должно пополняться свежим кислородом. Золото Балтики привезли на Дон. В атаманском дворце Новочеркаска открылась уникальная выставка из собрания Калининградского музея янтаря. Янтарь – это очень теплый, светлый, веселый камень, который вселяет душу радость. 40 лучших педагогов Дона из 100 молодых ученых Южного федерального университета получат премии губернатора. Об этом рассказали на заседании правительства области. Денежного вознаграждения удостоятся победители конкурса лучших учителей России, который проходит в рамках программы развития образования. В этом году в областном отборе приняли участие 115 человек из 48 муниципалитетов. 29 из них получат 30 тысяч из областного бюджета и 200 тысяч из федерального. 11 педагогов, лидеров рейтинга, которые участвовали в конкурсе, но не победили, получат 50 тысяч от губернатора. Конкурс на отбор очень жесткий. Он предъявляет к учителям очень серьезные требования. Наличие методических разработок, участие в всероссийских семинарах, конкурсах, конференциях, работа с разными категориями детьми. Детьми одаренными, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, которые находятся в сложных социальных условиях. Премию губернатора получат и молодые ученые ЮФУ. Сотни лучших выбрали среди кандидатов до 40 лет, которые активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, работают над диссертациями, монографиями и участвуют в международных и всероссийских конференциях. Помогать выстраивать отношения с управляющими компаниями и разъяснять жильцам многоквартирных домов их права теперь будут общественники. Первый обучающий семинар для них прошел в Ростове в режиме видеоконференции. На связи были все муниципалитеты области. Общественные жилинспекторы появятся в 12 городах и 36 районах региона. На семинаре говорили о требованиях к законодательству, о содержании общего имущества, качестве предоставляемых коммунальных услуг. Отдельно особо остановимся на вопросах, связанных с капитальным ремонтом. Это и формирование фондов капитального ремонта, и, самое главное, организация и проведение самого капитального ремонта. Народные контролеры будут мониторить обращения граждан и выезжать на места вместе с госжилинспекторами по вопросам аудита платежей и выполнения капитальных ремонтов домов. Мы каждый год проводим мониторинг подготовки текущего года и выполнения прошедшего года, и принимаем резолюцию. И по этим резолюциям мы направляем их в фонд, в министерство и принимаются какие-то меры. Второй семинар пройдет в конце 2017-го. Общественники должны сами формировать вопросы и предложения в процессе обучения. Примерить экипировку пожарных, испытать огнетушителей и проверить на прочность защитный костюм специалистов службы радиационно-химической разведки могли школьники в парке революции. Такой увлекательный открытый урок для них провели сотрудники Донского МЧС. Интерактивный формат знакомства с основами безопасности жизнедеятельности увлек всех без исключений. Дети с удовольствием карабкались по канатам, вживались в роль спасателей. 2017-й год является объявлен годом гражданской обороны. В этом году исполняется 85 лет гражданской обороны. Поэтому это мероприятие проводится для того, чтобы дети понимали, как себя вести на улице и в каких-либо чрезвычайных ситуациях, а также немножко владели приемами ведения аварийно-спасательных работ. Старших коллег поддержали кадеты колледжа спасательной и противопожарной служб, подготовили музыкально-танцевальную программу. А на переменках между уроками безопасности повара полевой кухни МЧС кормили школьников солдатской кашей. Заниматься спортом не только с пользой для здоровья, но и с удовольствием теперь могут жители микрорайона «Заводской» Каменск-Шахтинска. После модернизации спортплощадка на территории школы номер 80 соответствует всем современным стандартам качества. Напомню, в декабре прошлого года жители Каменск-Шахтинска обратились к губернатору с просьбой помочь в строительстве новой спортплощадки. По поручению Василия Голубева из резервного фонда было выделено 800 тысяч рублей и еще полтора миллиона из местного бюджета. На эти деньги приобрели и ограждение, и спортивное игровое оборудование. Площадку оборудовали воротами для мини-футбола, баскетбольным щитом, теннисным столом, шведской стенкой, гимнастическими брусьями, штангами. Постелили искусственное покрытие. Круглый год, целый день будет работать эта площадка. Здесь будут вырастать новые олимпийские чемпионы, как наша олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донского. В день открытия на спортплощадке сыграли первый товарищеский матч между школьниками и кадетами. С этим прибором помещение можно не проветривать. Генератор чистого воздуха изобрели молодые ростовские ученые. Устройство размером с кулер способно заменить небольшой сад во дворе частного дома. Пару десятков лет назад мы и представить не могли, что будем покупать чистую воду. А теперь это наша обыденность. В фантастических фильмах нередко встречается сюжет, когда на земле пришло время экологической катастрофы. И чистый воздух становится самым востребованным товаром. Ученые, как известно, думают наперед и уже работают над созданием бытового генератора чистого воздуха, который сможет заменить 12 крупных деревьев. Недостатком чистого воздуха у жителей больших городов озаботились резиденты промышленного каворкинга «Гараж». Созданное ими чудо техники не только поглощает углекислый газ, но и самостоятельно производит кислород. Многие болезни связаны именно с качеством воздуха, в том числе такие как синдром постоянной усталости и бессонница, головные боли. Они зачастую обусловлены накоплением углекислого газа в закрытых помещениях. Помещение должно пополняться свежим кислородом. Главный элемент системы – водоросли хлореллы. С помощью фотосинтеза они перерабатывают воздух и производят кислород. Подобное устройство было разработано еще в 60-е для подачи кислорода космонавтам на орбите. Ростовчане же изобрели более удобный экземпляр. Прибор эксплуатируется как обычный кулер или кондиционер. В верхней его части находится главный генератор кислорода – водоросли. Насос подает воду в нижнюю часть этого резервуара, сверху она переливается в импульсный фотобиореактор, в котором установлено искусственное освещение, аэрация и перемешивание. Далее это все фильтруется и выкачивается вверх, обратно в колбу. То есть происходит постоянная циркуляция жидкости. Одного такого прибора хватит для однокомнатной квартиры. Ухаживать за ним просто. Достаточно один раз в две недели менять воду и подкармливать водоросли удобрениями. Сейчас инноваторы собирают деньги на покупку оборудования, которое позволит снизить стоимость производства генератора и ускорить его сборку. Евгения Слинкина, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Янтарь возрастом 50 миллионов лет, образцы работы мастеров янтарной мануфактуры Кёнигсберга и хранителя восстановленной янтарной комнаты. Все это можно увидеть, не выезжая за пределы Ростовской области. В Атаманском дворце Новочеркасска открылась уникальная выставка «Золото Балтики» из собрания Калининградского музея янтаря. Предметы интерьера, расшитые янтарем одежды и ювелирные украшения, Калининградский музей янтаря на Дон привез одни из лучших экземпляров своей коллекции. Жемчужины экспозиции – вот этот аксессуар, созданный нынешним хранителем восстановленной янтарной комнаты Александром Крыловым. Это вот такое зеркало, которое неизменно привлекает наших посетителей. И они даже считают, что тот, кто посмотрелся в это зеркало, навсегда будет обладать веселым нравом, потому что янтарь – это такой минерал, который дарит теплоту, веселость и радость. На выставке в Новочеркасске можно увидеть как современные авторские работы, так и экспонаты, сделанные еще в начале прошлого века на государственной янтарной мануфактуре Кёнигсберга. А вот и весьма неожиданные варианты применения солнечного камня. Из интересного здесь еще представлены вот такие дизайнерские меховые жилеты, которые нам представила калининградский мастер Ольга Романенкова. Ну и так как она из Калининграда, естественно, эти жилеты тоже украшены вставками из янтаря. А пока Калининградский музей янтаря знакомит дончан с одним из самых загадочных камней планеты, Музей истории донского казачества уже начал подготовку к ответной выставке, которую представит на берегах Балтики через два года. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Дон-24, Новочеркасск. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти».